Всем привет! Как вы поняли, уже я поделюсь своим заказом, впечатлением о продуктах по третьему каталогу компании Faberlic. Сразу начну с главного, из-за чего я вообще сделала заказ. Это, конечно, новинка. А именно подушка с кустинным лебяжьим пухом. Подушка оказалась очень даже большой. Тут размеры у нас 50 на 70 сантиметров. Но я почему-то думала, что она будет меньше. Подушка мягкая, упругая, то есть она возвращает первоначальную свою форму после давления на нее. Очень красивый наперник на нее сделан с узорами цветочными. Производится это все у нас в России, в Ивановской области. Подушку я покупала своему сыну. Так как я вчера забрала заказ, он лишь одну ночь на ней поспал и, в принципе, сказал, что нормально. У меня есть только впечатление, что все-таки этот наполнитель будет сбиваться в комочки со временем. Но, опять-таки, это просто мое предположение, потому что сейчас, когда уже щупаю эту подушку, есть такое ощущение как бы неоднородности распространения этого наполнителя. Но в общей сложности по цене, по тому, как это все выполнено, то есть цена-качество, оно оправдывает себя. Так что пока первые впечатления такие. Далее я вам уже говорила о том, что я в предыдущем каталоге хотела заказать вот такие вот патчи под глаза. Я просто не дочитала и заказала себе две именно для лица. Так вот, в этом каталоге я решила уже заказать себе под глазки. Я с утра уже сегодня попробовала. Приходу в такой вот коробочке. Вот так вот они выглядят внутри. И они очень красиво смотрятся. Я постараюсь вставить фотографию для сторис. Делала фоточку. Видите, они такие вот серебряные, с блесочками переливаются. Кстати, вот эти блесочки, они чуть-чуть поштучно можно пересчитать. Остались на коже. Держала я их 25 минут. Кажется, что немного толстоватые. По крайней мере, я встречала тоньше патчи. Здесь не так много жидкости, но в принципе они в ней хорошо пропитаны. Один патч у меня держался хорошо, а другой, на который больше попала жидкости, у меня постоянно сползал. Тут, конечно, неудобство, что с ними ничего нельзя особо поделать. По действию, по эффекту, когда я их сняла, действительно припухлость снимает. Хотя у меня она не сильная, но это даже у меня было заметно. Она разглаживает морщинки, делает просто кожу идеально гладкой. Только мне не хватило увлажнения, потому что сразу после их снятия захотелось нанести крему и обычные под глазки. Перед каким-то важным событием, выходом, именно вот перед макияжем за 25 минут нанести их. И тогда и консилер будет красиво смотреться, и зона под глазами будет выглядеть великолепно. Из новинок я взяла, конечно же, мицеллярный вот такой вот гель для душа и мыло. Это салоэ вера и молочными протеинами. Пахнет это все свежей травкой, но аромат такой очень приглушенный. Если вы вообще никакие особо ароматы не любите в гелях для душа, ни цитрус, ни цветы. Вот это классический аромат, свежий, приятный гель для душа, сам кремовый, хорошо мылится, приятно ощущается, кожа после него не сохнет. В общем, у меня, в принципе, к нему вообще никаких претензий нет. Мне он понравился, а мыло, я думаю, что будет по аромату такое же. Да, взяла я себе нож, наконец он был на сайте, в наличии. Это нож для очистки, и он, по-моему, у них самый маленький. И, к сожалению, нет в наличии, универсальный, по-моему, он называется. Мне понравился нож, он хорошо режет, я уже попробовала им резать, он острый, удобная рукоятка, она прорезинена, удобно держать в руке. Цена вообще совершенно смешна, что-то около 150 рублей, и мед этот маленький стоит. Это у нас материал нержавеющая сталь, надеюсь, что он прослужит долго. Ну и, конечно, какой мой заказ без лака от Faberlic CC серии, 9 в 1, умный цвет. Мне нравятся эти лаки, мне нравится, как они ложатся, конечно, вот они сразу, у меня их можно посмотреть. Вчера я его нанесла, для меня, в принципе, это классический красный. У них он называется сочный арбуз. Он при различном освещении может, да, вот именно давать такой насыщенный арбузный цвет. Сейчас, скорее всего, на камеру он передается вам просто как классический красный. Я давно хотела именно себе красный от Faberlic, именно из этой серии, потому что остальные красные, которые у меня есть, они полупрозрачно ложатся. Этот не подвел и лег вот в два слоя, и совершенно ничего не просвечивается. Очень мне нравятся эти лаки, они стойкие, и если еще покрыть их из этой же серии верхним покрытием, то вообще эффект получается как гель-лака. И завершу я рассказ о своем заказе именно двумя такими штуками для волос. У меня по каким-то купонам там получилось 45-50% скидка на средства для волос, и я решила взять себе сыворотку-уплотнитель для шоной густоты истонченных волос из серии Salon Care. У меня из золотой серии, которая с маслами, было, ну, типа того, как масло для волос. Оно мне нравилось, поэтому я решила попробовать именно эту сыворотку-уплотнитель. Что он должен делать? Плотнее ваши волосы, насыщать их влагой, то есть он как увлажнитель действует, запаивать чешуйки и делать ваши волосы более гладкими. Я нанесла после мытья волос вчера, слегка были влажноватые волосы, ну, практически сухие. Эта сыворотка просто впиталась, хотя я ее не пожалела, в принципе, или выветрилась, не знаю. Ну, в общем, я вообще никакого совершенно эффекта не почувствовала на своих волосах после нее, то есть улучшений никакого не было. Ну, вот она вот такая вот сама по себе, просто как масляная такая водичка. Подушка такая же, как и все серии вот этой линейки Salon Care. Скажем так, после первого использования я не прониклась с ею, то есть я вообще ее не поняла. И, может быть, на моих пористых густых волосах она просто не сработала. То есть она мне не сделала их гуще, она их никак не сгладила, она не добавила блеска и не увлажнила их. И на свой страх и риск я взяла бальзам Fluid для секущихся кончиков волос. Это с маслом Amla. Почему на страх и риск? Потому что я уже брала из этой серии маску для волос, она мне совершенно не понравилась. То есть она делала мои волосы еще хуже, жестче. Но этот бальзамчик мне понравился. Конечно, тут очень мало средства. 15 мл. Я нанесла только на кончики примерно 3 см волос. Запаивает секущиеся кончики. Это есть немного. Он такой эффект производит, потому что он очень-очень силиконовый. Когда его распределяешь, ощущается на руках он как база под макияж, которая прям наполнена сильно силиконами. Поэтому, в принципе, неудивительно, что со своей прямой задачей запаивания секущихся кончиков он справляется. Да, я могла бы посоветовать и наносить только буквально 3-2 см на кончике. После этого действительно волосы выглядят намного лучше и красивее. Это был весь мой заказ по третьему каталогу. Впереди нас ждет четвертый каталог. Если честно, я его еще особо не смотрела. Какие-то новинки здесь должны быть. Допустим, даже вот у нас уже на первой странице новый аромат от Ренаты. Спасибо, что посмотрели это видео. Расскажите о ваших покупках, о каких-то новинках, может быть, которые вы тоже попробовали. Поделитесь впечатлениями в комментариях. Спасибо за просмотр и до следующего видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!